Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в данном видео быстренько обсудим вопрос, как сравнить танки самостоятельно. Поделюсь ссылочкой в описании к данному видео, которую все именитые ютюберы скрывают. Ну, я так понимаю, боятся, что их перестанут смотреть, потому что они из этих таблиц просто-таки не вылазят. Итак, ребят, смотрите, на примере того, что сейчас происходит в игре, выложили на продажу Эмиля в 1951. И у него есть проходная копия. Это Эмиль-1. Так как же сравнить два этих танка, которые абсолютно полностью между собой похожи? Переходим в сравнительную таблицу, там будем обсуждать и параллельно скажу, что мне выставили немножко как претензию, то что я зарекался в таблице не лезть, а тут в своем последнем обзоре по Эмилю 1951 воспользовался таблицей. Но сделал я это по одной простой причине, потому что сравнивать похожие между собой машины возможно только с помощью вот этой таблицы. Это действительно факт. Невозможно сравнивать машины, которые не похожи между собой. Смотрите, Эмиль-1 и Эмиль вот этот вот второй, точнее Эмиль-1 и Эмиль-1951, это тупо две копии. И вот эту вот очень-очень маленькую разницу можно увидеть только действительно сравнив характеристики данных машин вот в этой вот табличенке. Безусловно, если вы возьмете к сравнению две машины, которые между собой, допустим, абсолютно не похожи, возьмите Эмиля, там, 19-51 и возьмите ВЗ-112-2. Ну что вы здесь сравните по большому счету? Ну и еще хоть что-то. Можете попытаться сравнить ДПМ, но все-таки там барабан, здесь цикличная пушка. Калибр сравнить, но все-таки отличается, выстрелы в минуту. То есть, безусловно, всю информацию вы отсюда черпать не сможете. Ну и, соответственно, не сможете черпать информацию по поводу того, а как машина по факту отыгрывается в бою. Один именитый ютубер меня, честно говоря, улыбнул в своем обзоре на Эмиля, 19-51 и Лансена. Он открыл эту таблицу, он настолько к ней уже прилип, что сравнил эти две машины между собой. Хотя, в принципе, ребят, мне кажется, что такие машины сравнивать между собой, это все равно, что сравнивать кухонную соль и алгебру. И говорить по поводу того, что кухонная соль, она такая вся сыпучая и соленая, а алгебра, ну а алгебра, алгебре есть цифры, да, ребята, там цифры есть, поэтому алгебра и соль, да, вот они в чем-то, наверное, не похожи. Короче говоря, ребят, сравнивать тяжелый танк и средний танк, тяжелый танк и легкий танк, ПТшку с легким танком и так далее, это все бред, ребят. Сравнивать в этой таблице необходимо только те машины, которые, безусловно, между собой просто капец как похожи. То есть, если вы, допустим, откроете на восьмом левеле, там, я не знаю, два каких-нибудь танчика, вот вы хотите сравнить WZ-111 и хотите сравнить WZ-112-2. Окей, опять-таки, это две тупо одинаковых машины, в которых разница прям вообще незаметно невооруженным взглядом, как говорится. Поэтому, ребятки, пользуйтесь данной таблицей для сравнения танков, которые очень похожи между собой, если прям между ними вам необходимо найти 10 отличий. Что же касается другой техники, ребят, лучше смотрите честные нормальные обзоры, допустим, на моем канале. На данный момент, ребят, у меня все. Если вам данное видео понравилось и было полезным, обязательно лайкните, напишите свой комментарий, подписывайтесь, друзья мои, на канал, я вам буду безумно благодарен. Ну и возвращайтесь к просмотру моих видео. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.